Обычного мощного роутера зачастую достаточно, чтобы добить сигнал до каждого уголка даже частного дома. Но в некоторых местах той же придомовой территории бывают, если не мёртвые зоны, то участки, где индикатор Wi-Fi на смартфоне вроде как есть, а интернета нифига-то и нет. И для исправления таких ситуаций, в общем-то, и придуманы меш-системы. Сегодня мы посмотрим на одну из таковых в исполнении Asus под названием Zen Wi-Fi AC. Внешне перед нами не то, чтобы прям весь из себя хай-тек, но станции выглядят нарядно. Пластик почти везде стилизован под шлифованный металл, а крупные размеры можно простить за грамотно реализованную пассивную вентиляцию, батарею встроенных антенн, размещенных под разными углами и кучу гигабитных Ethernet-портов. Суммарно мы имеем 6 доступных проводных подключений, и это всего с пары станций. Большинство конкурентов при таком же количестве башен предлагают 3 вакантных интерфейса. Клавиши WPS, если что, размещены на платформе, как и окошко кнопки сброса. Для чего они нужны, я думаю, знаете сами. Помимо того, здесь есть и USB, которых мы получаем не просто 2, а они ещё и могут быть физически разнесены в разные углы дома. Один поближе к принтеру, например, а второй у окна, чтобы воткнутый туда LTE-модем лучше ловил сеть. Помимо описанных кейсов применения, также из приятного есть файл-сервер, общий доступ к данным на носителе и тайм-машин. Одной из приятностей работы с AI Mesh от Asus является простота сетапа. Для того, чтобы всё заработало, вам нужно придумать логин и пароль для вебморды, обозвать Wi-Fi-сеть и, в общем-то, всё. Станции сами друг друга находят. И для этого даже пальцем о палец ударять не надо. Хотя, чтоб наверняка, то можно и ударить разок. В админке видно не только, какие устройства объединены в сеть, но и сколько клиентов к какому именно из девайсов подключено, что однозначно зашибись. В большей части подобных систем панели управления слишком домохозяйка-френдли и таких вещей там зачастую нет. Всё приходится доверять автоматике и не проверять вообще никак. Также важно то, что сеть может состоять не только из станций а-ля Zen Wi-Fi, но и любых сетевых устройств Asus с поддержкой AI Mesh. Таким образом, если у вас уже есть, например, маршрутизаторы, вам нужно дожать внутренний двор, чтобы там был устойчивый сигнал, можно купить одну станцию CT8 и подключить её к роутеру, а не покупать набор. Возвращаясь к админке, кроме упомянутых ранее нюансов, по возможностям она практически полностью повторяет то, что мы видели в AC59U. Есть и опция создания трёх гостевых сетей для каждого диапазона, и куча всяких плюшек для мониторинга, и родительский контроль, и QoS, и много всякой всячины, нужной простым и не очень людям. Из важного можно открыть вторую 5-гигагерцовую сеть. По умолчанию она зарезервирована для связи Mesh-точек между собой, и для неё доступна большая полоса пропускания в 1733 Мбит в секунду. В случае стандартной AC мы упираемся в 867. Минимо есть. Для 2,4 ГГц и первой пятёрки это 2 на 2, для второй уже 4 на 4. Переходим к реальному тестированию. Сервер в лице Zephyrus S был подключен к роутеру по Ethernet, а узел бродил по офису и всегда коннектился к корневой станции по Wi-Fi. В первом сценарии у нас были парниковые условия. Клиент, а именно MacBook Pro, жил со всеми остальными персонажами в одном помещении в метре от одной из башен. Дальше я упетлял в коридор, тогда как Mesh всё ещё жил в офисе. Между ноутбуком и любой из Zen Wi-Fi появились бетонные стены и двери, что сказалось на скорости обмена данными. В третьем тесте узел попал на моё место у лестничной площадки, а я спустился на этаж ниже и спрятался под лестницей, добавив к полу ещё добрых 20 плюс сантиметров железобетона. Ну и финалом стал перенос второй станции на этаж ниже и её размещение по сути под роутером, а я вышел на улицу. С оглядкой на то, что офис у нас отделан гипсокартоном по металлическим профилям изнутри, а снаружи обшит стальным профнастилом результаты можно назвать хорошими, ведь прямой видимости ни одной из станций не было. Итоги подведём. Zen Wi-Fi AC стоит около 410 долларов США. С одной стороны, конкуренты даже за чуть меньшее деньги дают, например, Powerline, но с другой в сети 8 тоже есть что показать. Здесь тебе и ROS и PLAN портов, и два USB, и куча опций для их применения, и внятная админка для продвинутых пользователей. Что из этого лучше? Для огромных помещений, где лень тянуть SKS, наверное, Powerline, ну а для всех остальных случаев универсальность, которую мы имеем здесь. Если же вы не только лишь все и смотрите в завтрашний день, то знайте, что этот мэш есть в версии с поддержкой Wi-Fi 6, и называется он Zen Wi-Fi AX, что, в общем-то, неудивительно. Это дело скоро начнёт поступать в продажу, а вот это вот добро в продажу уже есть, и линки в описании, конечно же, имеются. Здесь вы видите, как нас найти в социалках. Напоминаю, что видео делиться вовсе не грешно, и ставьте лайки, и не болейте, и мойте ручки с мылом. До новых встреч!